Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица Социальных Технологий. Итак, мы зарегистрировали аккаунт в Google Ads и перешли уже непосредственно к работе над объявлениями. Напоминаю, что сейчас мы это делаем в экспресс-версии, которая спрашивает у нас, где живут наши клиенты. Это вопрос не праздный, а относится уже к таргетингу конкретных объявлений. Тут чем больше, тем не всегда лучше. Если выбрать всю Россию, у нас тут будет 64 миллиона потенциальных посетителей в месяц. Но нужно ли нам это? Если ограничить круг радиусом в 39 километров от офиса, он почему-то считает, что у меня офис на Мусы Джалиля, то мы получим 20 миллионов. Кстати, неплохое соотношение со всей Россией. А если добавить к России еще и Украину, то мы получим аж 84 миллиона. На самом деле я сейчас показываю, как работать с географическим таргетингом. То есть мы можем выбирать здесь конкретные города и страны, что-то добавлять, что-то исключать и смотреть, как меняется потенциальная аудитория. Но таргетинг-то он про другое, поэтому оставим пока только Москву и перейдем к следующему шагу – подбору ключевых слов. Он зашел к нам на сайт и посмотрел на контент. Очень по диагонали прямо скажем посмотрел. Решил, что мы занимаемся парниками и теплицами и предлагает в связи с этим ключевые слова. Подробнее о ключевых словах мы будем говорить позже, но пока я надеюсь вы уже поняли, что это те ключевые слова, по которым будут показывать ваше объявление. То есть человек набрал в поиске парник-теплица и ему показывают объявление, что мы занимаемся изменением мира к лучшему по средствам технологий. Или приглашаем на метап по искусственному интеллекту. То есть подбор ключевых слов – это подбор релевантных ключевых слов. А значит это все в топку. А что же мы собственно будем рекламировать? Что есть на сайте? Если бы мы занимались продажами, было бы все ясно. А какая конечная цель может быть на сайте теплицы? Ну, во-первых, тут есть подписка. Подпишитесь на рассылку и так далее. Честно говоря, заводить на эту страницу глупо, потому что сначала человека надо заинтересовать контентом, а потом уже предлагать подписаться. Это если речь идет о чисто медийном ресурсе. Но теплица еще и делает ракеты. И перекрыла Енисей. То есть у нее есть продукты, разработки. Теплосеть, например. Достойный ресурс для рекламы, но тут придется долго рассказывать, поэтому перейдем в мероприятие. О, мастерская в Туле. По-моему идеально. Если мы хотим, чтобы на мастерскую пришло как можно больше людей, можно запустить рекламу в Google. Ну, если средства позволяют. А для этого нам, во-первых, нужно вернуться к гео-таргетингу и выбрать в качестве цели Тулу. Можно выбрать Тулу и окрестности. Я потом покажу, как это делается. А во-вторых, нам нужно определиться с ключевыми словами. Совершенно не обязательно, чтобы ключевые слова были у вас на сайте. В конкретной статье или на странице, на которую вы заводите трафик. Это не поисковая оптимизация, а реклама. Нужно, чтобы по релевантному запросу показывалось ваше объявление. Метап про создание собственного сайта с нуля за один день. Да еще и бесплатно. Соответственно, нам нужны люди, которые ищут как сделать сайт. Это тема ключевых слов. А тут идеи, которые нам подсказывает Google. Их также можно добавить в ключевые слова. Еще раз про ключевые слова мы будем говорить отдельно. Сейчас в двух словах. Есть так называемое семантическое ядро сайта. Оно используется не только в SEO, но и в Google Ads. Название красивое. Имеется в виду комплекс ключевых слов, релевантных содержания вашего сайта. За составление семантического ядра могут брать деньги. Либо можно воспользоваться бесплатными специализированными сервисами, например, от Google. Но, как и всякое красивое понятие, иногда на выходе оно так и остается красивым понятием, которое несет немного практической пользы. Что нужно знать про ключевые слова? А вам нужно представить человека, который что-то ищет в Google по конкретному ключевому запросу. Опять же купить iPhone. Google по этим конкретно двум ключевым словам показывает ваше объявление и увидев его, он, то есть человек, заинтересуется и зайдет на ваш сайт. Причем не просто заинтересуется, а станет вашим жертвователем, участником мероприятия и так далее. Собственно, подбор ключевых слов и является основной задачей в настройке рекламной кампании. Ну, одной из основных задач. В данном случае, учитывая, что саму рекламную кампанию я стартовать не буду, это тестовые аккаунты можно шиковать, здесь я выберу в том числе высокочастотные запросы, которые могут стоить больше двух долларов. Типа сделать сайт и так далее. В надежде, что геотаргетинг плюс содержание объявления отсечет все нерелевантное. То есть всех, кто ищет не то, что мы предлагаем. И мы переходим к написанию объявления. Тут есть три заголовка и все их нужно заполнить. Плюс описание 1, описание 2 и страница, куда ведет объявление. Подробнее я расскажу об этом уже в следующем видео, а пока очень быстро все заполню и наконец стартую рекламную кампанию, так как в прошлом видео обещал, что сегодня мы это сделаем. Тут вы выставляете дневной бюджет, вот это очень важно. В случае с Google Grants тут нужно выбрать доллары. Это одно из основных условий работы по Google Grants. И единицу расчетов впоследствии изменить нельзя. Проверяете настройки и все. Нет, не все. Тут еще платежная информация. Ну ладно, тогда не будем спешить, обещал я в этом видео стартовать кампанию, но не успел. Значит в следующем видео мы наконец-то стартуем показы объявлений и перейдем наконец в продвинутую версию Google Ads, которая на самом деле является классической версией. А сейчас я напомню, мы находимся в Google Ads Express.